Но действительно у меня не было слов, я обомлел. С Халиде тряхнуть стариной. В роли учителя выступаю я. По-моему несправедливо, надо разобраться. Легко сказать, но... Даже неприлично говорить вслух. Тимур, а тебя я попрошу уйти. Эээ... И снова здравствуйте, меня зовут Тимур Шукуров, а рядом со мной Халиде Челенгирова. И как вы понимаете, мы находимся здесь не зря. Мы объявляем о старте нового фэшн-проекта, в рамках которого любой из вас, если хватит смелости, может принять участие в эксперименте со стилем. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Команда лучших визажистов и парикмахеров под чутким руководством Халиде готовы применить свое мастерство для того, чтобы вы изменились. Естественно, только в лучшую сторону. О подробностях чуть позже. Ну а пока просто наслаждайтесь. Поехали! Мы находимся в детском саду, ну, вернее, мы только подходим к детскому саду. А почему я здесь оказался и по какой причине? Объясняю. Здесь работает герой нашей программы, а она работает логопедом. Пойдемте посмотрим. Так, вопрос, подожди. Снова снимаю. Да, снимаем проект. Решили с Халидеей... С Халидеей... С Халидеей тряхнуть стариной. Не знаем, что получится. Я думаю, будет интересно. В общем, следите и сами увидите. Тысячу лет не был в детском саду. Не, не то, что мне. Девятьсот девяносто четыре года. Логопед. Нам сюда. Вы знаете, почему я здесь и что нам предстоит? Да, я знаю. Гулизар предложила такую идею... Гулизар – это дочка. ...попробовать себя в роли ученика, потому что всегда в роли учителя выступаю я. Я учу детей правильно говорить, я учу детей не бояться сцены. А в данном случае я выступаю именно в роли ученика, когда я должна буду полностью довериться профессионализму и стилистов, и парикмахеров. Она всегда ухаживает и следит за собой, но я привыкла видеть ее всегда в одном и том же образе. И никогда не было никаких перемен с ее стороны касательно внешнего вида. Сейчас в ее жизни самое время, тот самый этап, когда она нуждается в каких-то кардинальных переменах. Раз она захотела, чтобы я менялась, я думаю, это тоже ее отношение ко мне. Это желание видеть меня, наверное, более привлекательной, и я это очень ценю. Очень позитивный человек, очень красивый человек. Готова к переменам, скажите? Я готова к любым переменам. Замечательно! Нам это и нужно было. Халидей нас уже ждет. Вперед! Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки, мы начинаем. Легко сказать, но, честно говоря, я очень переживаю. Сейчас Линей сделает новую прическу, потом макияж, и мы увидим ее совершенно другой. Сегодня с нами замечательный парикмахер, зовут его Амет. Амет? Привет! И в конце мы все с вами увидим настоящее чудо! Тимур, а тебя я попрошу уйти. Совсем? Увидимся вечером, я хочу, чтобы ты тоже оценил результат нашей работы. Вот так вот всегда. Ну, пошел я, ладно. Не, нормально, да, вот, друг. Дружим уже, я не знаю. Очень много лет. Даже неприлично говорить вслух. Но вот так разве можно было поступить с другом? Как по мне, она очень хорошо выглядит для своего возраста. Знаете, такое детское лицо. Есть веснушки на лице, такие четко очерченные губки. Мы не затемняли, не осветляли, мы лишь нейтрализовали этот красный оттенок, который, я считаю, не подходит к ее цветотипу. В результате получился нейтральный коричневый цвет. Конечно, если нас никто не ограничивал, стрижка, которую бы мы подобрали, была значительно короче. Для возрастного макияжа нужно использовать более легкие и тонкие текстуры, тональных средств, корректоров, для того, чтобы не перегружать лицо. Если говорить об одежде, то для Линьи я подобрала двубортный брючный костюм в мелкую клетку. Расширенная линия плеча, жакета подчеркивает тонкую талию. Как оказалось, в гардеробе Линьи нет ни одного костюма, а этот сел на нее идеально. Так, ребята, на самом деле это все несерьезно. Я вот с утра проснулся, рано, побрился, надел новый свитер, пришел сниматься в передаче. А они меня выгнали? По-моему, несправедливо, надо разобраться. Холиде? Ага. Можно? Глаза сначала закрой. Подожди, я не могу с закрытыми глазами ходить. Помогите мне кто-нибудь. Алло, о. Так, так, куда идти, куда идти, куда идти. Стою. Тяк! Ну, действительно, у меня не было слов. Я обомлел. Мне хотелось сказать, а где Линьи? Вы не просто логопед теперь, вы VIP-логопед. Мне очень нравится результат, которого мы добились. Мне нравится работа моих коллег. Если вначале в Линьи чувствовалась такая легкая нота грусти, то сейчас ощущается уверенность в себе. Все-таки то, как выглядит женщина, очень сильно влияет на ее самоощущение. Ну, что ж, дорогие друзья, вот он долгожданный финал. Во-первых, уважаемые мастера, хочу сказать, что мы сегодня упорно поработали и, надеюсь, плод нашего труда, особенно моего, конечно же, порадует нас всех. Готовы? Поехали. Линей Ханум! Заходите! Линей Тебе, наверное, уже не терпится увидеть свое отражение в зеркале после всех преображений. Сейчас, наконец, появилась такая возможность. Да мне очень хочется. Линей Ханум! Я восхищаюсь этим образом. Макияж, прическа, стиль. Это все гармонично смотрится и видна работа действительно талантливых мастеров. И у меня самая лучшая мама на свете. По большому счету изменения не радикальные. Цвет волос плюс-минус примерно такой же. Длина стала чуть короче, но от этого прическа не стала хуже. Она стала, наоборот, ухоженнее и красивее. Макияж не яркий, но все, как это сыграло в сочетании, просто прекрасно. Я сразу вначале сказал, что потенциал высокий. И не использовать это было бы преступление. На самом деле у меня были сомнения перед тем, как прийти на проект. Но я абсолютно не жалею, потому что те эмоции, которые я сегодня испытала, таких действительно ярких впечатлений и таких ярких эмоций я давно не испытывала. И я советую всем женщинам, которые бы хотели измениться или которые хотели бы внести искорку в свою жизнь, попробовать себя в этом проекте. Так что, милые дамы, мы ждем вас, если вы готовы на радикальные перемены. Потому что основная цель нашего проекта заключается в том, чтобы позволить вам взглянуть на себя совсем с другой стороны. И мы можем это сделать. Главное, это ваше участие и ваше согласие на это. А теперь несколько слов о том, как стать участником нашего проекта. Все очень просто. Пишите нам в социальных сетях и не забывайте присылать свои фотографии. Или звоните по номеру телефона, который видите на своем экране. Пока! До встречи!